Второй день в Эдинбурге, и вот с утра идет такой мелкий противный дождь. Мы купили зонтик, вот, и мое видео, наверное, будет не таким солнечным, как вчера. Мы сейчас находимся на улице, которая называется Royal Mile, и это означает Королевская миля с одного конца до другого. В одном конце находится крепость, а вот там внизу, где вот вы сейчас смотрите, куда вы сейчас смотрите, там находится Royal Hood Palace, называется, дворец Royal Hood. А вот с этой стороны, в противоположном конце, находится Castle, замок. Зашла в шотландский магазинчик, вот по этой Royal Mile идут вдоль, с двух сторон шотландские магазинчики. Вот вы видите знаменитую шотландскую клетку, и вот эти вот женские юбочки. 50 фунтов. 50 фунтов. И все в таком духе. Стою под навесом, чтобы дождь не попал на телефон, потому что снимаю с телефона. Вот такие вот мрачные здания с розовыми крышами. Такое вот все соединенное. Современное и старинное. Дорога к замку идет немножко вверх. И вот туристы, несмотря на дождь, все идут, и мы точно так же идем. Вот мы уже подобрались к замку, а это вот вид сверху, потому что он находится на самой горе, на вершине. Такой вот вид на Эдинбург. И вот сам замок. Такая площадь. Шотландская виски. А это вот уже дорога назад, то есть мы идем вниз уже. Мы зашли на ланточку одной из маленьких шотландских кафе. И вот мне понравилась надпись. У нас здесь нет Wi-Fi, а мы разговариваем друг с другом. Кафе полное. Народа очень много. Я знаю, что я хочу сказать. Обратите внимание, вот все приходят. Столики близко друг к другу. Все приходят в верхней одежде. Снимают ее и вешают на спинке стульев. Вот смотрите, у всех висит одежда на спинке стульев. И вот вы сидите рядом, да? И они снимают эту одежду, трясут ее перед вашим носом, перед вашей едой. Чай, кофе. Ужасно. Никаких вешалок, ничего не предусмотрено. А льда вкусная. Я заказала суп овощной и чай. И мне принесли вот такой кувшинчик молочка. Бутылочку такую маленькую. Ну вот я прикупила шотландскую кепочку. Тоже в тренде. Мамочка готова к празднованию. Ну вот мы уже едем домой. Три дня уикенда пролетели вообще как одно мгновение. Мы приехали в пятницу. Ждали маму в отеле-гостинице пока она приехала. Пока не приехали, все вчетвером. Было уже 4 часа. Потом мы пошли искать все вместе ресторан. Займожно было бы поесть. И это было не так легко сделать, потому что пятница вечер. Практически все было занято. Но мы, конечно, нашли. Я хочу показать вам. Вот смотрите, какие виды прекрасные. Опять настроила двойную камеру. Горы и покрыты снегом на вершинах. И вот такой контраст зелени. Вот. В общем, едем домой. Хочу сказать несколько слов об Эдинбурге. Он на меня произвел совершенно такое ошеломляющее впечатление. Во-первых, такой старинный. И вы знаете, он находится не на ровной поверхности, а вот идет вверх-вниз. То есть нужно постоянно спускаться, постоянно подниматься. Вот эти вот звуки шотландской волынки, бесконечные шотландские мотивы. Везде они встречаются. То есть как будто бы вот это не какой-то цивилизация, а какой-то такой старинный очень город. Я, конечно, не знаток архитектуры, но заметила, что многие дома, вообще практически все дома, сделаны не из кирпича, а из такого большого, такого серого камня. Внизины спустились облака, а мы едем выше облаков. Так интересно. Сумасшедший вид. Просто обалденный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова